Самыми активными регионами сегодня стали Витебская и Могилевская области. Атмосфера праздника на избирательных участках Витебской области стала не последней причиной того, что жители региона с самого утра спешили к урнам для голосования. Среди тех, кто в основной день голосования пришел сделать свой выбор, был председатель Витебского облсполкома. Каждый понимает, более ответственного шага нет, как не ошибиться и принять решение, чтобы будущее детей было лучше. Я уверен в том, что ветебчане очень активно будут участвовать в выборах президента Республики Беларусь. Граждане, которые не смогли прийти на избирательный участок по месту регистрации, заранее связались с местными комиссиями и оставили заявку для того, чтобы проголосовать дома. Это 143 избирателя. Есть на участке у нас инвалид по зрению. К ним специально заготовлен трафарет. И есть избиратели, которые обратились к ним, чтобы приехала члены комиссии с лопой. Для тех, кто хотел исполнить свой гражданский долг, преград не было. Кстати, в Могилевской области в день выборов на 36 участков для голосования стало больше. Они открылись в больницах и санаториях. Например, на закрытом участке в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи зарегистрированы 700 избирателей и 105 из них в родильном отделении. В день выборов здесь уже родились два мальчика, как шутят врачи, будущих избирателя. Мы вообще рассчитывали прийти еще на выборы, в дома проголосовать. Но получилось так, что ребеночек у нас, конечно, первый, очень долгожданный. Не ожидали, что будем голосовать в роддоме. К нынешним выборам в регионе постарались улучшить условия для голосования людей с ограниченными физическими возможностями. Безбарьерная среда, пандусы, кнопки вызова, а также дежурство волонтеров были более чем на 80% участков. Я сегодня голосовал за будущее нашей страны и считаю, что каждый гражданин нашей молодой независимой республики Беларусь тоже должен прийти на выборы и проголосовать за будущее свое, своих детей, за будущее и прогрессивное развитие нашей страны. Практически не отставало от Могилевской области Гомельщина. Мониторинг выборов в области осуществляли 6 представителей УБСЕ, более 50 наблюдателей от миссии СНГ и около 7 тысяч национальных наблюдателей. С раннего утра наблюдатели работали во всех регионах Гомельской области и в самом областном центре. Кстати, всего здесь проживают более миллиона избирателей. 13 тысяч из них сегодня проголосовали впервые. Я верю, что мой голос действительно важен, потому что если каждый человек будет относиться так же, то это будет действительно единое мнение всего нашего народа. Пример активности на избирательных участках молодежи подавало и старшее поколение. Свой выбор сегодня сделал губернатор Гомельской области Владимир Дворник. Я, как и любой гражданин Республики Беларусь, согласно Конституции, и считаю своим долгом обязан прийти сегодня на выборы и отдать свой голос за будущее нашей республики. Поэтому я с удовольствием сегодня пришел на этот избирательный участок и отдал свой голос за будущее нашей республики. Многие белорусы, около 2 миллионов человек, это чуть более 36%, сделали свой выбор досрочно. Причины у всех разные, но для некоторых наших соотечественников основной день выборов президента рабочий. Например, городской поселок Домачево Брестской области находится рядом с пунктом пропуска. Сразу же за рекой Бук уже польская территория. В день выборов охрана рубежей под особым контролем. Поэтому свой гражданский долг солдаты-срочники исполнили досрочно. К нашим избирательным участкам относятся две пограничные заставы. На нашем избирательном участке уже проголосовало 29 военных, что составляет 100% от тех, кто внесен в список. А сегодня голосуют только гражданские. А вот для избирателей участка, который открылся в Брестской филармонии, голосование стало необычным. Здесь президента выбирали под звуки классической музыки. Концерт камерного оркестра устроили специально для участников выборов. У меня уже в традиции рано утром обычно приходить на избирательные участки, так как в течение дня другие есть проблемы и вопросы. У нас рабочий день. Самое главное, чтобы люди приняли участие. Этим они выражают свое отношение к власти. Активное участие в выборах принимали и национальные диаспоры. В Гродно, столице республиканского фестиваля национальных культур, традиционно среди участников много и тех, для кого Беларусь стала второй родиной. Многие остались жить в Беларуси после окончания учебных заведений. Но значительная часть это беженцы. В нашей стране они получили новый дом и работу. Многие спустя время остаются здесь на постоянное место жительства и получают гражданство. Прежде всего из-за спокойствия и поддержки государства. Я родился в республике Ливан, город Берут. И приехал в республику Беларусь в 1997 году. Самый счастливый человек сегодня, потому что для меня сегодня это праздник. 11 октября это день выборов. Я являюсь уже гражданин республики Беларусь. Поэтому это мой долг, моя задача. Я должен давать мой голос за Беларусь. Губернатор Гродненской области Владимир Кравцов впервые голосовал на выборах президента страны именно в своем регионе. Мы поддерживаем стабильность, спокойствие и порядок в нашем государстве. У нас сильная власть. И у нас амбициозные, серьезные задачи и планы. Поэтому мы, безусловно, немалого достигли. В процессе вот этой избирательной кампании много было разной информации. Сравнение, что у нас было 5, 10, 20 лет назад и что мы сегодня достигли. Выборы во всех регионах Беларуси состоялись. Сейчас идет подсчет голосов. Но результат будет известен уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова